Появляясь в Майнкрафте, игроку сразу падает в его поле зрения или дерево, или пещера. Ну а если повезет, то даже деревня. Однако, что будет, если всего этого не будет? А появитесь на равнинах Эндора, где существ будут только враждебные твари. Я взял на себя эту честь и решил первым пройти Майнкрафт от и до на равнинах Энда в режиме хардкора. Такого еще не делал никто. Смерти были и было их очень много. Оооо, ты... Я теперь понимаю, за что тебя в ад сослали, потому что ты ган... Я даже думал в какой-то момент, что занимаюсь бредом, но взял себя в руки и сделал, что должен был. А получилось у меня или нет, вы узнаете в этом видео. Ну а прежде всего, скажу, что видео такого масштаба я еще не делал никогда. Поэтому, если тебе понравилось, поставь лайк и подпишись. Возможно, в будущем я сделаю еще больше такого контента. Или даже лучше, тебе нажать одну кнопку, а мне целая мотивация двигаться дальше. Так как я играю в режиме хардкора, это значит начинается игра на время. Так как в этом мире не спавнятся ни деревья, ни трава, ни даже монстры или животные, из которых может выпасть хоть какая-либо еда. А в сундуках будет только сокровище, которое уж точно нельзя съесть. А это значит, игра запустила отчет по времени, которым будет являться мой голод. И чтобы спасти себя, мне предстоит первым делом попасть в ад и добыть там себе еду. Получается, что мы начинаем с эндермира, чтобы попасть в ад и вернуться обратно, и при этом должны убить дракона. Но как же мне попасть в ад, если тут ничего нет? Да, под землей, если вам повезет, вы найдете источник лавы, а поверхности имеют океан и озера. Однако, вы не сможете банально сделать ведро, так как отсутствует дерево. Ну а тут нам поможет генерация этого самого мира. В ней появляются башни, а также летающие корабли. Последние-то нам и нужны, так как имеют в себе блоки обсидиана. Однако их будут охранять шалкера. А также отсутствие еды у меня будет сильно резать по моей мобильности и тактике действий. Но чтобы сломать этот самый обсидиан, нам понадобится алмазная кирка, шанс появления которой в этих данжах равняется 13%. А это значит, что в теории каждый девятый сундук должен ее в себе иметь. Или же нет. Чтобы иметь хоть какое-то преимущество, я решил сначала насобирать достаточно блоков земли, ими я смогу закрывать проходы, а также перемещаться и строить мосты и столбы. Заспавнившись рядом с крепостью, я решил испытать удачу и сразу сбегать в нее, от которой я уже начал строиться к ближайшему кораблю, так как их легче залутать, а также помимо сундуков с сокровищами, там есть всегда стойка зелеварения. Но она уже имеет при себе два зелья исцеления, именно это и будет спасать меня в самом начале игры. С первой попытки мне не хватило блоков, и я получил значительное количество урона, был вынужден отступить и насобирать еще земли. После того, как я выбрался из своего бежища, пристроился к первому кораблю и забрал зелье. Одно я решил оставить на потом. В первом же сундуке мне выпадает меч на остроту 4 и починку, который будет со мной до конца игры, а также различные элементы брони и, конечно же, элитры. Рядом находился замок, к которому я и направлюсь, так как они тоже имеют сундуки, но по первой я просто не разобрался, в каких именно комнатах и большую часть лута просто не смог найти, да и шелкера со своими снарядами не давали о себе забыть. Так как я смог найти лопату на эффективность, то это в разы ускорило меня в процессах лутания данжи, и я смог насобрать несколько стаков земли всего за пару секунд и тут же начал строиться к очередному кораблю. Правда, в сундуках меня все равно ждала бесполезная фигня, такие как лопаты, которая у меня уже была, а еще алмазы, я из них правда потом сделаю несколько инструментов, но сейчас меня больше всего интересует алмазная кирка, потому что голод начинает убывать. И тут я заметил на горизонте еще один корабль, но слева от меня была башня, которая гораздо ближе, но оттуда я увидел сундук, поэтому решил все-таки забить на корабль и слетать до башни, а вось там и будет алмазная кирка. К сожалению, когда я долетел, в сундуке был очередной нагрудник, лопата и шлем. Правда, я не посмотрел, что там было проклятие несъемности и понял, что сделал глупость. Это значит, что мне его надо либо сломать, либо пройти с ним игру. Сразу же полетел к следующей башне, потому что подумал, что, ну, в следующий раз-то мне должно ведь повезти, да? Также попутно осматривал озера, потому что в них спавнился гравий. Гравий мне понадобится для того, чтобы я смог взять огниво, потому что в сундуках я смог найти слитки железа, которые появляются тоже с небольшим шансом в этих данжах. Немного не долетев до корабля, я решил спуститься и уже добраться до него привычным способом, но в очередной раз в сундуке меня ждало лишь разочарование. В очередной раз, немного не долетев до башни, я ударился лбом и, видимо, прозрел, так как я словил топографический кретинизм, и из-за того, что все везде одинаково, я сначала ломанулся к кораблю, в котором уже был. Поэтому раз не долетел до той башни, попробую себя в другой. Пока я бежал, я заметил, что начинается страшное. У меня осталось всего лишь 2 единицы голода, а это значит, что надо торопиться. Пускай я и не могу бегать, но медлить не надо. Попутно я пытался обходить озера или реки рядом, дабы найти гравий, но мне все никак не везло. Поэтому решил взять лопату в руки и еще насобирать немного земли, потому что впереди был небольшой каньон, а переходить как-то надо было. Я добрался до очередной башни, и в сундуке снова меня ждало лишь разочарование, потому что там была конская броня и золото. Но рядом был корабль, и поэтому я решил сразу к нему пристроиться, потому что, ну, имел при себе блоки, да и, в принципе, как бы время поджимало. Ну и снова, бив гада в панцире, я опять нашел меч и броню, но никакой уже кирки. И это меня насторожило, потому что если вдруг начнется голод, то я, возможно, начну весь забег сначала, что мне очень не хотелось, потому что до этого было достаточно попыток. Поэтому сразу же надеваем элитры и летим к башне, рядом с которой есть еще один корабль, к которому я и пристроюсь, потому что мне не особо тогда хотелось слутать башни. Одна полоска здоровья, немного зелья истеления и куча монстров вокруг меня. Я немного растерялся и забыл застроить вход в башню, следовательно, за мной сразу направилась куча снарядов, которые в меня запустили шалкера. Также я подумал, что, в принципе, мне будет все равно, если в меня сейчас попадет шалкер и я словлю невесомость, потому что я смогу тогда банально долететь до корабля, и мне повезло. Первый выстрел промазал, а второй как раз-таки наложил на меня невесомость. Правда, за мной сразу последовало еще несколько. И тут начинается страшное. Меня опять начало харасить, и я подумал, что вот-вот я в труп. Так как на меня постоянно еще и вешали невесомость, я уже все разочаровался и смирился с судьбой, но успел подставить на собой блок, и вроде бы даже к мне ничего больше не прилетело. У меня еще оставалось пару зелья истеления, и я подхилился, потому что мне уже как-то было все равно. Вообще, большая часть игровых действий, естественно, вырезается, потому как хронометраж был бы разов 3 дольше. Но тут я спустя множество данжен, наконец-то нашел кирку и был ей ну очень счастлив. Да! Да! Блядь! Наконец-то! Иди в задницу, урод! Ааа, гравий! У меня гравия нету! 10 обсидиана срочно надо! 10 обсидиана срочно надо! Ну и пробегав еще минут 5, я наконец-то нахожу заветный гравий и пытаюсь выбить из него кремень. Папата на удачу! Нет, у меня нихера! Есть кровь! Блядь! Вот он! Всплывай! Не вздумай тонуть нахер! Но тут случилось страшное. У меня закончилась еда и меня постепенно начало убивать. Я думал, здесь я уже и умру, но все-таки решил не сдаваться и идти до последнего. У меня было немного земли и я начал сразу же строиться. Также у меня в запасе оставалось еще несколько зелья исцеления и был шанс того, что после того, как я попаду в ад, рядом будет либо живность, либо же грибы, из которых я смогу сделать еду. Так как там в идеале спавнятся деревья, но их точно так же надо было найти. Здесь я точно так же нашел алмазную киргу и на ней была эффективность. Это значит, что я в разы быстрее смогу сломать обсидиан и построить портал в ад. Тут же я забираю оставшееся зелье исцеления и сразу же приступаю к постройке. Давай, 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 живи, 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 друг, живи. Где я? У меня одно зелье осталось. Вообще любая сущность, которая двигается. О, Бастион. Я не увидел, что с ним выпало. Это не еда. Блять, это не еда. Где зелье? Ничего, не выпадает, что ли? Давай, сюда, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Куда собрался, тварь? Да! 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 Ты, ёпчеть! так с арбалетом нет а я тебя вижу давай ко мне спускайся одно сердечко просто одно сердечко там золото поднял ну ладно давай точно давай давай торгуй на все ёпта да пошел придурочный сейчас как только он возьмет я закопаю тихо 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 я смог ну а раз я смог и нашел себе еду то смерть а теперь мне от голода точно не страшно поэтому я просто начну истреблять и держать запас еды всегда при себе а этот чел не все выторговывает что-нибудь полезное будет правда но вдобавок ко всему я вернулся в обычный мир и также записал свои координаты и пошел дальше лутать корабли башни так как теперь мог естественным способом регенерироваться за счет перевода калорий да и вещи были там довольно полезные правда все никак не выпадали нужные зачарования сделал нормальный подъем на корабль где находился мой портал ват чтобы я смог спокойно забираться обратно тут я оговорюсь и скажу что первый этап пройден я смог найти еду и дерево следовательно мне теперь открылся крафт предметов однако впереди меня еще ждет подготовка но торгуясь спидлинами я смог себе раздобыть немного пузырьков с водой также пока я буду исследовать бастион я убью одного гаста и найду адский нарост однако из всех зелий которые мне будут нужны на битве с драконом я смогу сделать лишь зелье регенерации и зелье силы но мне больше не надо и сделаю я примерно по две штуки каждого чтобы не сильно затягивается своим прохождением тут же в аду можно найти кости и сделать из них костную муку поэтому если кто-то планирует выживать длительное время в таком мире то можно и заняться агрокультурой правда ассортимент будет ограничен во время исследований ада старался собирать большую часть золота чтобы торговать спидлинами и получать необходимые вещи ну а спустя некоторое время я нашел крепость где были эфриты но я подумал пока не лезть к ним запомнил координаты отправился дальше в путь также я смог найти их спавнер но видимо ситуация с крепостью которая находится рядом со мной я так и не понял потому что спавнера я так и не нашел и похоже что они появлялись просто так ну а спустя еще какое-то время я нашел бастион пиглинов переработал все золотые самородки в слитке золота на всякий случай и пошел к своим новым друзьям решил поторговать с первым попавшимся правда не рассчитал глубину его тюрьмы и сбросил на этаж ниже в сундуках к сожалению ничего нормального не было радовало только то что я иногда находил стрелы а также за все время выбил несколько арбалетов и тем самым мог их чинить правда зачарованный арбалет из сундуков я так и не смог найти вдобавок ко всему пока я прорывался сквозь стены чуть не угодил ловушку где меня зажали и дали напрячь булки но немного побега в бастионе я отправился дальше так как тут больше ловить было нечего встретил маленького пиглина в золотых ботинках и мечом думал что он тоже может со мной торговать а этот хитрый свинт тупо забирал свое золото после этого наверно бродил около получаса и мне ничего не попадалось когда наконец выкапываясь из пещеры я нашел очередной бастион но отличался он от предыдущего тем что то ли он был двойным то ли просто это какая-то другая его вариация ну мне же лучше больше лута и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вторая башня была гораздо богаче на лут, но и монстров тут тоже было больше Я сразу отправился к сундуку, который находится в центре, встал в своеобразную нычку и оттуда бил всех непричастных Забрав все золото, тем самым сломав мозг пиглину, находившемуся неподалеку, нашел еще немного ресурсов и принялся уходить, пока не случилось чего Вернувшись домой, я скинул все свое барахло и отправился в ближайшую крепость немного поформить стержни эфритов Да и сундуки посмотреть, я оказаться не все смотрел Именно в этот момент я понял, что эфриты появляются в этой крепости просто так, без спавнера И я решил отправиться в обычный мир и поформить джемчуг эндера, да и заодно дать обновиться врагам в аду Может их еще заспавниться, когда я обратно приду Я бы мог сходить и до другой крепости, но там надо было бежать тысячу блоков, все вот эти вот биомы И мне как-то стало впадло, поэтому я пошел фармить других челиков В данный момент стержни мне нужны на око эндера в количестве 12 штук Поэтому как я не знаю, будет ли в портал что-то вмонтировано или же нет, а также для зелеварения Честно сказать, в обычный мир возвращаться гораздо приятнее, чем быть в этом аду, где постоянно надо все контролировать Да и эндер-мены не особо сильные враги с моей броней и оружием Оформив достаточно глаз, я вернулся на свою базу и принялся искать эфритов, мне не хватало всего пару штук Также я отомстил этим хрякам за все разы, когда они меня толкали и кидали А еще, так как у меня не было стекла, пришлось выпить зелье огнестойкости, которое я выменял у пикленов Вернуться в нормальный мир и головы вниз, влететь в речку, чтобы наполнить бутыльки с водой И сварить зелье Тут мои подготовления практически подходят к концу Сначала я делаю мутное зелье в количестве 4 штук, а дальше разделяю по 2 и делаю 2 силы и регенерацию Ну, и вот я возвращаюсь в обычный мир, чтобы набрать немного земли, потому что она мне понадобится на битве с эндер-драконом Так как надо будет строить всякой башням и ломать необходимые мне кристаллы И вот, момент настал Сейчас я отправлюсь к порталу Или нет? Да это хрен теперь бесполезно, потому что в этом мире просто-напросто нет порталов Я вызвал эндермена вместо того, чтобы прийти к нужному И в общем, я передумал, выходим из игры и закрываем все Или же нет? Нет, теперь приступим к небольшому шаманизму В данный момент я играл на версии 1.22, если я не ошибаюсь Но мы заходим в наш любимый лаунчер и опускаемся до версии 1.16.5 и загружаемся обратно И тут мы пытаемся войти на версию 1.22 с версии 1.16.5 Он говорит, что я хочу загрузить этот мир Да, и конечно Да, нет, все, я знаю, что я делаю Я умный малый, поэтому ждем И хоп! Фа-на Версия 1.16.5 Все то же самое Это все тот же мир Только из-за того, что я поменял версии А точнее спустился гораздо ниже Майнкрафт немножко затупил и теперь он альтернативно одаренный Поэтому начал нормально генерировать чанки Пускай и генерация стоит равни нэндов И самое интересное, что здесь есть портал в энд Это значит, что все получится Ну и раз мамины клуб хакера смогли переиграть в кубики В который раз я взял все самое необходимое А это земля Много земли Зелье, а также лучшую экипировку И отправляемся искать эндерпортал И после того, как я пробежал с 1000 блоков И найдя нужное место Забуриваемся в него, как голодный студент в свой обед И после небольшой магии монтажа И вырезания 15 минут увлекательного бегания Тут и там Находим наш портал Ну вот она начинается битва с драконом Но я сразу выпиваю зелье И что я могу сказать Я уже до этого сломал сейчас два кристалла И вообще к эндердракону я прихожу третий раз До этого два раза он меня просто убил Первый раз я взорвался на кристалле А второй раз он меня ударом скинул И я просто улетел Но в этот раз мне просто повезло Я сам от себя, честно говоря, не ожидал такого Я думал, что сейчас будет минус еще одна попытка Но вроде как я даже выжил Выжил, отбился и понял, что нужно забираться на эту башню Тактика у меня была просто безобразие простая Некоторые, наверное, могут убивать эндердракона и не так, а мечами Но я решил не рисковать А убийство это все-таки убийство И значит я все смог Здесь я, конечно, уклонился пару раз от шариков Даже вовремя вроде как поставил этот блок И просто сделал мини-базу на своей башне Я оттуда расстрелял все кристаллы И потом уже эндердракона Ура! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...